Продолжение следует... Это скальпель 15С, номер 1, а травматичный микрохирургический пинцет и скальпель 15С, номер 2. Поясню, что такое номер 1, номер 2. Как правило, для забора свободного десневого трансплантата мы используем два лезвия, которые ассистент ваш поменяет. После первых разрезов, если вы почувствовали, что скальпель уже нехорош, вы меняете лезвие и отслаивание забора самого трансплантата происходит новым скальпелем. Если вам требуется его депетализировать, и вы сделали забор, и вы чувствуете, что опять затупился скальпель, тогда я вам советую поменять еще раз лезвие, чтобы сделать депетализацию более качественную и менее травматичную для трансплантата. Это очень важно. Фиксация всех видов трансплантата. Простые узловые швы. Трансплантат можно зафиксировать, например, межзубным сосочком, простыми узловыми швами, что обусловит его надежную фиксацию. При тонельных методиках, методиках рацки, кармана по рацки, мы применяем швы на вожжах. Почти во всех методах, в которых используется свободный десневой трансплантат, депетализированный или нет, мы используем прижимающий крестообразный шов матрасный, который применяется для финальной фиксации трансплантата к рецепиентному лужу. И П-образный шов, так называемый П-образный матрасный, утягивающий шов, который обеспечит еще большее прижатие трансплантата к рецепиентному ложу, не прошивая через промплантат. Еще раз я вам напоминаю, мы стараемся использовать минимальное количество проколов трансплантата. При методах конвертной мышеловки, ушивание донорской зоны происходит непрерывным швом или крестообразно прижимающим непрерывным швом. При методе окна, при прямом методе, донорская зона ушивается крестообразным матрасным и прямыми матрасными швами, непрерывными с использованием коллагеновой губки или гемостатической по желанию доктора. Питание свободного десневого трансплантата. Откуда наш трансплантат берет в первые 3 дня до образования коллатералей вот эти силы, чтобы выжить и прижиться? Естественно, питание у него первое это диффузное от принимающего лужа с образованием сосудистых коллатералей и анастомозов. Соответственно, подготовка принимающего лужа настолько важна, адаптация трансплантата к принимающему лужу, а то, о чем мы говорили в предыдущих слайдах с вами, настолько важны для того, чтобы трансплантат питался первые 3 суток качественно и правильно. И также максимальная толщина для восстановления питания это 1,5-2 мм. Больший объем трансплантата не требуется. Этой толщины абсолютно достаточно и она корректна для правильного питания свободного десневого трансплантата. Питание соединительно-тканного десневого трансплантата, депитализированного и субэпиталиального. В данном случае эти трансплантаты находятся в более выигрышном положении, потому что они питаются от двух рецепиентов. Это в первую очередь диффузно, от принимающего рецепиентного ложа с образованием сосудистых коллатералей анастомозов и от надкосницы, слизистого надкостичного лоскута, покрывающего трансплантат сверху. Естественно, что вот этот бутерброд, он более жизнеспособен, если вы все сохранили правильно, правильно провели дизайн разреза и ушили рану, здесь выживание трансплантата должно быть стопроцентное. Клинический пример применения свободного десневого трансплантата в двухслойной методике методом коронального смещения. Клинический пример зуб номер 4-5, рецессия третьего класса, абразия, отсутствие межзубного сосочка дистально до 1-2 его высоты. Зуб 4-5, подготовка к оперативному лечению, демонстрация мелкого преддверия полустирта и отсутствие прикрепленной десны в области зенит-рецессии. Дизайн разреза, формирование хирургических сосочков, формирование анатомических сосочков, вертикальные разрезы. По методу коронального смещения, который рассмотрели ранее. Формирование слизистой надкосничного лоскута, слизистой расщепленного лоскута. На фотографии вы видите расщепление аппроксимально в области хирургического сосочка. На фотографии продемонстрировано расщепленный полнослойный слизистой надкосничный лоскут, подготовленный к перемещению. Демонстрация деэпитализации межзубного анатомического сосочка с кальпелем. Продолжение слайда предыдущего. На нем вы видите деэпитализацию анатомических сосочков. На данной фотографии вы наблюдаете обработку поверхности корня зоны специфической критогрессии на вестибулярной поверхности зуба 4-5. Демонстрирует нам выбор донорской зоны проведения анестезии в этой области. На данной фотографии вы наблюдаете забор свободного десневого трансплантата прямым методом или методом окна в области от 2-го премоляра до 2-го маляра. На фотографии демонстрируется образовавшееся окно в донорской зоне. Также я прошу обращать ваше внимание на то, что погружение при прервании донорской зоны не доходит до надкосницы. Вы видите кровоточащие соединительные тканые волокна. Демонстрация ушитой раны в области донорской зоны с применением гемостатической губки крестообразными швами, прижимающими матрасными. Этот слайд демонстрирует нам подготовку свободного десневого трансплантата. С внутренней поверхности удаляется слой жира, получившийся при заборе этого свободного десневого трансплантата. Начало фиксации свободного десневого трансплантата простыми узловыми швами. На фотографии вы видите шовную вилку, в которой зафиксирован свободный десневой депитализированный трансплантат и вкол в выколотую иглу в иглодержателе. На клиническом примере вы наблюдаете фиксацию свободного десневого трансплантата в области рецессии и зоны абразии на поверхности зуба. Это вид сверху уже зафиксированного свободного десневого депитализированного трансплантата в области рецессии и зоны зуба 4-5. На фотографии ушитая рана проведенного коронального смещения со применением свободного десневого депитализированного трансплантата. Также сопоставлены по методике коронального смещения межзубные сосочки анатомические депитализированные с расщепленными хирургическими. Свободный десневой трансплантат прижат к принимающему ложу и полностью покрыт слизственно-костичным расщепленным лоскутом. Результат после оперативного лечения спустя полтора месяца. Наблюдаем закрытие рецессии десны. Увеличение объема межзубного сосочка медиально. И увеличение объема ширины прикрепленной десны, то есть ее появление. Съемка сверху позволяет увидеть объем прикрепленной десны, который как муфта сформировался вокруг зуба 4-5 после проведения оперативного лечения рецессии этого зуба. На данных слайдах вы видите сравнительную картину до оперативного лечения и спустя 4,5 года. Это результат стойки без рецидива с удовлетворительным эстетическим результатом. Наличие медиально-межзубного сосочка. Дистальный межзубной сосочек слегка увеличен до 2-3. Наличие кератинизированной десны, опекальные рецессии, что самое главное. И полное нивелирование рецессии десны в области зуба 4-5. Это демонстрация клинического случая, того, кого мы рассмотрели только что. Через 5 лет наблюдаем стойкий результат после операции и применения свободного десневого трансплататора в данной сложной клинической ситуации. Демонстрирует более крупное изображение клинической картины спустя 5 лет в области прооперированного зуба 4-5. Демонстрирует он наличие полного межзубного сосочка медиально, восстановление частично дистального межзубного сосочка, качественных здоровых тканей вокруг зуба 4-5. Демонстрирует нам структуру десны, ее качество и объем и ширину прикрепленной десны спустя 5 лет после проведения операции. На представленной фотографии после оперативного вмешательства прошло полтора года. Мы наблюдаем увлечение прикрепленной десны, увлечение объема сосочка дистального, закрытие рецессии десны и также закрытие частично в зоне цементно-эмалевого соединения зонообразия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова